Я хочу сделать некоторое пояснение по поводу размещения растений на зиму. Вот вы получили от нас хорошие саженцы в посылке и должны их на зиму... Народ обычно, как говорят простые садоводы, что нужно, чтобы осенью растение прижилось. Это глубочайшее заблуждение. Растение должно прижиться у вас весной, а до весны оно должно сохраниться. Для того, чтобы растение хорошо сохранить, его нужно правильно прикопать. Если вы осуществляете осеннюю посадку, то есть такая поговорка у агрономов, что осенняя посадка – это худший вид прикопки. Понимаете? И это очень важно, очень важно. Если вы растение сохранили с осени, прикопали правильно, сохранили и весной посадили, оно у вас прошло весь цикл развития – весеннее, летнее, раннее осеннее, позднее осеннее – приготовлено в зиме, и в следующую зиму оно прекрасно переживет. Прикопку можно проводить и рано осенью, и средней осенью, и поздней осенью. Даже по морозу можно, даже по снегу можно проводить прикопку. Если вдруг саренцы, а бывает иногда так, что какой-то очень ценный сорт пришел откуда-то издалека, и уже у вас вы на севере находите, у вас выпал снег, значит, вы просто берете, кладете саренцы на снег даже, и, значит, засыпаете снег, поливаете, засыпаете снегом, и он прекрасно сохраняется до весны. То есть не бойтесь, что у нас наступили морозы, у нас наступили метели, у нас земля замерзла. Во-первых, землю можно взять в ведро теплой воды, в ведро кипятка, можно ее, значит, там оттаять, получить и в такую кашицу прикопать, а можно просто в снег. Вот у нас жимолость в прошлом году пришла, ценнейший сорт, пришел, значит, 10 саренцев пришли буквально зимней порой уже, зимней порой пришли, вот, и мы, я лично взял вот так вот, сделал прикоп в снег, значит, сделал сугроб там, и все прижимовало прекрасно, очень хорошо. Я держу в руках саженец сладкоплодной рябины, это привитая сладкоплодная рябина, значит, тут немножко неправильно, то есть на зиму, когда вы прикапываете, должны быть оборваны саренцы все листья, листья дадут загнивание, то есть их не должно быть, значит, листья здесь оборваны, но вот хозяйка взяла, значит, и оборвала, просто оставила еще лист у рябины сложно, перец и сложный лист, значит, нужно полностью обломать все, чтобы был у вас хороший голый стебель, вот, вот так вот берем, обламываем и все, вот такое должно быть, вот такое должен быть саженец, без всяких листьев и без зачатков листьев, это очень важно, для того, чтобы растение перезимовало.